Конечно, они не могли не напасть на Украину, правда? Потому что там все есть, а здесь все прокакали, воровали и так далее. Надо было лезть. И они полезли тогда, да? Я имею в виду РФ. Но это для того, чтобы спасти мафию. Но понимаешь, ведь просто так полезть, но брат на брата идти, как надо же идеологию какую-то. Найти. Вот как тогда раскулачивание было? Тоже братья в одной деревне живут, братья, понимаешь, надо кого-то раскулачить. А он миролет. Вот, допустим, ты был у меня братом, да? А там у нас речка течет, горная такая. А ты умный, ты взял, перегородил камнями? Мельницу поставил. И взял, мельницу поставил, да? Вот. А мы ходим к тебе, слушай, ты же какой молодец. Мы у тебя будем пшеницу, из пшеницы муку делать. И ты говоришь, пожалуйста. Ребята, ну я же это работаю, это делаю. Да, на тебя платим. А потом мы работаем, все братья пьем вместе. И вдруг нужна коллективизация. Вам нужно кого-то кулаком сделать. А вот давай мы тебе кулаком. Вот, Ваня. Ты же миролет. Ты же эксплуатируешь. Падла. Ты же эксплуатируешь. Астантов, все. Тебя к стенке или тебя в Сибирь. И здесь тоже надо находить. Какую причину для нападения-то? Для спецоперации для этой. Не скажешь, что вот нам надо здесь сейчас, нам железа не хватает, урана не хватает. Мы все проторговали, пропьянствовали, блин. Вот, наши где-то, этот уран, этот алюминий, это серебро плавает в Средиземном море в виде яхт, да, наших. Там у нас тёлки в этих яхтах, любовница, понимаете. А тут ещё, а нам нужен металл. Вот давай сделаем, что они националисты. Они русских бьют, да. А давай тогда это придумаем. И вот придумали. И вот этот наш народ глотает, да. А я нашему народу назову самого главного ненавистника русского народа. Хочешь, я назову его. Это Владимир Владимирович Путин. Я тебе пример один приведу. Значит, в 1993 году Путин полетел в Ашхабад к Ниязову. Там они выпили, конечно, и всё прочее. И он подписал соглашение о двойном гражданстве. Ниязов просил его, чтобы он одно было гражданством. Ну, Ельчин говорит, как же ему русских бросил? Я не могу, хоть я под даты, я это тебе не позволю. И подписали, что русские, а там их несколько сот тысяч. Потому что канал Каракумы строили, да. Из Ленинграда, из Москвы туда ехали, с семьями там остались. Потом рождались там. Ну, это их родина. Вот. А Ниязов хотел от них избавиться. Потому что русские ему не давали такой тоталитарный строй построить, который он хотел. Азиатчину. Азиатчину, да. Вот. И вдруг, когда уже Путин пришёл, Ельцин ушёл, в 2003 году приползает Ниязов в Москву и говорит, Владимир Владимирович, я знаю тебя хорошо уже, сейчас за три года, когда ты пришёл, знаю, что тебе ничего не надо, ни один хрен ты, тебе что-то к людям относиться, что к козлам, что к муравьям, да. Вот. И поэтому я тебе предлагаю, вот мы тебе сейчас газ дешевле будем давать наш, а ты нам отмени это решение. Аннулируй его. И аннулируешь ты его, и тогда мы будем, если русские хотят уехать, а у них одно гражданство должно остаться, туркменское. Всё, отнимаются паспорта. Если я хочу уехать, тебя мы отпускаем, но мы не разрешаем ему ни дом свой взять, ни квартиру, ни мебель, ничего, даже платок его не возьмёт. Пусть убирается к чёртой матери, безо всего, 120 тысяч человек, да ещё дети у них, да. А Путин говорит, да конечно, плеваю на них, я хотел плевать, на них самое главное газ, потому что мы с Газпромом ведём мировую политику, на кого надо давить. А у меня сейчас, значит, у меня такая система создалась, что меня не контролирует никто, не парламент, я что хочу с деньгами, то и делаю. Я даже вот создал прокладку, потому что наши Газпром и Роснефть, да, должны платить девиенты государству, они же часть государства, то есть отдавать деньги государству. А я взял, сделал прокладку, Газпром, банк там, да, вот, и это мои деньги лежат. Начинает Силуанов орать, дайте деньги, почему не даёте, а те говорят, иди в правительство, правительство говорит, а нам не дали, это всего президента. Они звонят, а им пресс-секретарь, там же пресс-секретарь командует Кремлем, Песков говорит, а президент никакого отношения, идите в правительство, так никто денег в правительстве и не может найти этих, да. Вот, и вот он сделал это дело, и так русские остались там, и не могут выехать, они, он рабы отдал их. Вот что это за человек. И он сегодня говорит о том, что я за русских хочу, там какого-то дяде Ваню кто-то стукнул, да, обозвал, мы сейчас поднимем весь мир. Сегодня часто спрашивают друг друга, а чей Крым? Вот чей Крым? Если бы это был наш Крым, мы бы там по-нормальному настроили лагерей всяких для детей, для отдыха, с севера люди, дети же у нефтяников, у этих строителей нефтяных башен там разных, у газовиков. Да и вообще, с того же Норильска, сколько там детей в Норильске, которые не знают ни зелени, ни воздуха, они бы ездили, отдыхали бы там, государство бы работало, заботилось. Но нет, а там больше, там, во-первых, путинская мафия захватила берег, ты, наверное, читаешь, там уже воют всех, зря мы радовались тому, что Крым стал русским, да. Их всех от берега оттягивает, отодвигает проволоками колючими, сетками, решетками, и там ротенберги начинают строить, олигархи путинские. Все. Но самое главное, Крым, это база военная, там аэродромы, самолеты, все. Точно так же, как и база в Донбассе, которую взяли. Это не то, что Путин брал Крым для России, это, как это называется, когда реку переплывать надо, и нужно там захватить плацдарм. Форсирование? Это плацдарм для дальнейшего наступления на Украину. Вот плацдармы и Крым, и ЛНР, там, ДНР, это плацдармы для наступления. Ждали момента. А как момент? Значит, в декабре или в ноябре Россия выдвинула, мы же говорим это о том, что, как мы видим сейчас, с 30-го года, как они там делали, да? Вот тогда это взяла Россия и выдвинула ультиматум Западу. Вот вы там негодяи, вот вы нам, мы против, мы ненавидим это НАТО, а вы, они же, они думают, что мы-то не знаем в 30-е годы, что Путин лез в это НАТО. Рвался туда, да? А вы нам их приблизили, вот мы вам даем срок до того-то периода, чтобы вы отодвинули все по тем местам, где были все, в 1997 году. Помнишь этот ультиматум, да? Вот. Ну, ясно, что над этим ультиматумом посмеялись все, а это ультиматум Керзона такой, так называемый, прозвучал. Вот. И это было сделано для того, чтобы начать эту спецоперацию. Так спецоперация называется, да? Так вот, за это время, пока ЛНР было ничьей, да? А там, там же ребята КГБшники во главе-то, они же из Москвы все пришли, возглавляют, пока они там пьянствуют, там, в Дании. Затоплено было 49 шахт. Самое страшное, что затоплена была шахта «Юный коммунар». Это на той шахте, где был ядерный взрыв проведен. Для того, чтобы там постоянно из пластов шел метан, не давал работать, людей убивал, все прочее. Решили между пластами взорвать ядерный заряд, да, большой, и сделать такой карман огромный. Туда титан будет, это, то есть, у метан уходить, вот, и не будет мешать шахтерам, а потом этот метан выкачивает там, да? Так, теперь все бросило, его затопило тоже, и эта вода дренирует после ядерного взрыва в Азовское море, а потом эта вода поступает уже в Черное море. Мы теряем Азовское море, Черное море, вот. Мало того, там шахтное производство ртутное, там большое предприятие, и там шахты ртутные, их остановили тоже. Это еще раз, где это, какой регион? А? Это какой еще раз регион? Донбасс. Донбасс. Да. Шахты ртутные остановили, тоже их залили, и ртут тоже дренирует и идет в Азовское море, и идет туда. Это все, к чему пришли. Но самое главное, что мы сегодня похожи на пиратов. У нас, у нашего президента, у того президента, который был, Путин, мы же с 30-го года смотрим, у него была психология пирата. Он и Россию превратил в пиратское государство. Как пиратский корабль на волнах гулял, и то постреляет по Грузии, то по Осетии, по Южно, то и по кому-то еще, там и так далее. И тут он вломился в Украину. А что можно из Украины взять? Вывезли, по-моему, больше 20 предприятий оттуда. Я тебе сейчас зачитаю некоторые. Это снимает оборудование. Я же помню, как-то Путин сидел на задании правительства и говорил, а вот вы в Америке там какую-то высокую технологию придумали. Он говорит, пусть они придумают, а мы потом цап-царап у них и заберем. Вот это у него цап-царап, у него в душе сидит с детства. Там цап-царап, там цап-царап, там цап-царап. И когда идеология цап-царап внедрена в государство целое, мы это и получаем. Чем закончится? Значит, у нас будет введен налог на коромысло. Это во-первых. Налог на коромысло был введен Петром Первым. Петр Первый пространял все деньги, профукал, пропьянствовал. Он же столько вреда принес русскому народу и России. И уже нечего было. Казна пустая была. Тогда они ввели баню. То есть налог на все. Народ уже отказался от всего. И от огородов, и птицу не держать, и там то-то. И тогда ввели налог на баню. А там баню ввели. Все, бани закрыли, народ не стал ходить. И тогда стали мыться в печах. В печках русских. Я вот ездил по Вологодской области, по Тверской, и до сих пор еще в печах моются. Бани по-черному так называют? Нет. Бани по-черному это баня. А это печь. Вот русскую протопили печь, солому накидали туда. Залезла женщина. И вылазит это у нее. Я как раз зашел, она лазит. У нее лист задницы прилип там, да. А тут корыто. Низу корыто ополаскивается. Но когда люди стали в баню не ходить, а мыться в печах, но они же коромыслом это воду носят, для того, чтобы мыться, тогда налог ввели на коромысло. И вот нас ждет налог на коромысло, потому что сейчас уже запрещают кур держать тоже на дачах, затеплиться налоги, за то-то, за то-то, за то-то. После этого, когда вводят налог на коромысло, да, то какой выход? Какой у нас? Вот, есть такая британская парматолог, да, Джеймс Гудл, она рассказывает. Она занималась, значит, шимпанзе, исследовала их вот в Арктике, то есть в Африке там. Исследовала, и у нее целая семья, есть большое, несколько там десятков, сотни этих шимпанзе, а у нее палатка была, а за палаткой она складывала эти канистры из-под керосина, там шелампы жгли там и так далее. И вот один из этих шимпанзе, слабенький такой, да, догадался, взял у нее, украл два, две канистры и начал стучать по ним. И он запугал все стадо это, и даже те самцы, которые сильнее, они стали бояться, и он сделался альфа-самцом и стал командовать этим стадом. И вот они уже все измучились, она говорит, стали болеть, все прочее, да, стадо. И тогда я отобрала, говорит, эти канистры у него, и его опять попинали, попинали, вернули в это стадо, и альфа-самцы взяли власть. Вот пока этими канистрами гремит кое-кто, ничего не изменится, нужно эти канистры отобрать, в том числе канистры в лице атомной бомбы там и так далее, и так далее. Как это брать, это у нас второй вопрос будет с собой, второй разговор. Как вы считаете, Путин победит в этой спецоперации? Нет. Чем это все может закончиться для Путина? Для страны это развалом конец, все, России больше нет. Если победит Путин, это будет смерть России тоже, потому что такая начнется катавасия, фашизм такой, да, а не дохнуть нельзя. Вот это нам выгодно, чтобы он не победил, и он не победит. Но развал будет странный, потому что первый, первый уйдет как раз Серега этот, со своей Тувой, у него уже армия своя создана, они перейдут в Монголию туда и все, да, а потом пойдет второй этот басмач из Чечни, Рамзан Кадыров, да, потом пойдет и в Ингушетия, потом пойдет, как бы нам не хотелось, Дагестан, а у него границы мощные, у него Каспийское море, там туда, а потом уже остальные пойдут, и все. Субтитры сделал DimaTorzok